Всем привет! Веща из Танзании, остров Занзибар, вернее, архипелаг Занзибар, остров Унгудя. Вот, вопросы на ответы, вернее, ответы на вопросы, все время путаю. Накидали вы очень много вопросов, поэтому потихонечку, я прям буду по порядку, все подряд, да, я не сортировал их там по смыслу, по работе, личные, все-все остальное, глупые, умные, все подряд отвечаю. Значит, так, начинаем. А, во-первых, человек, наверное, 50 спросила про мои очки. Так уж и быть, открою вам секрет. Значит, это французские очки, стоят они 100 с чем-то евро. Прикручиваю ссылку в описании под видео. Смотрите, я сейчас начал, когда искать сайт, я увидел очень много, оказывается, уже продают подделок по 400, по 600 рублей. Не советую, я думаю, там совсем будет другое качество. Будете потом меня ругать, да. И для двухколесных братьев, говорю сразу, я тоже эти очки покупал как байкер. Категорически не советую ездить в этих очках на мотоцикле, потому что у них полностью закрыто. Все, что происходит сбоку, вы не видите вообще совсем. И можно убиться вообще элементарно. Поэтому это так. По району вокруг дома проехаться красиво, да. Значит, как настоящий байкер. А на дальнее расстояние или вообще по городу гонять, в принципе, не советую. Это так вот походить, покрасоваться. Они хорошо закрывают от солнца полностью. Вообще это очки для альпинистов. Вот. Но на мотоцикл не рекомендую категорически. Совсем. Вообще никак. Ссылка там. Покупайте, радуйтесь, носите. Так, вопрос. Джанитка 89. Кем видите себя через 10-15 лет? Вы знаете, у меня очень все стабильно в этом плане. Я вот кем себя увидел, когда мне более 14, когда мой детский разум немножко сформировался, да. Я вот как полюбил, допустим, металл или фолк. Я вот те группы до сих пор и слушаю, ну, которые остались. Я как полюбил тяжелые мотоциклы, так на них и катаюсь. Я как полюбил сноуборд, путешествия, альпинизм, так до сих пор везде и езжу. И, в принципе, у меня все очень стабильно, ровно. У меня все те же самые хобби, круг общения. И, в принципе, я в этом плане очень постоянный. Полностью оправдываю свое имя. Константин, да, вроде как постоянный переводится. Поэтому я вижу, так же, как сейчас, только больше, лучше и другой. Ну, то есть, у чека, любого образованного человека должен расти, что? Кругозор, интеллект, уровень образования, самообразования, в моем случае, да. И, естественно, уровень дохода. Вот, то есть, а все остальное, я надеюсь, будет точно так же, только в больших, в лучших масштабах. В больших масштабах, в лучшем качестве. То есть, больше путешествовать, больше мотоциклов, не знаю, что там. Больше приключений, и всего должно быть больше у хорошего человека. Так, Дельта 4667 Ру. Наверное, не буду зачитывать имена, да, я думаю, что тут бывают такие сложные, язык сломаешь. Возможно ли отправка камня в регион, к примеру, в Мурманскую область? Мы везде пишем, что мы доставляем и камни, и кольца в любую точку мира. Это не преувеличение, это действительно так. То есть, в России, например, мы используем ЕМС, они лично в руки приходят, отдают. Никогда не было такого места, куда они сказали бы, слушай, ну, туда мы точно не довезем. Не слышал про такие места, такие, ну, как бы, везде доставляем, исключительно везде. Как вы относитесь к покупке у вас камней со следующей перепродажей? Так, к примеру, сейчас я буду общий смысл выдавать. Я покупаю у вас камень, получаю. А, и сразу же выставляю на продажу. Ну, если хотите, выставляйте по рыночной цене сразу на продажу, но это не ко мне. То есть, я могу купить ниже рыночной стоимости, да, и через несколько лет вы можете ко мне же обратиться, я его продам. Но, опять же, чуть ниже рыночной стоимости, то есть, вы заработаете, но, да, мне писали даже не так, мне даже писали более умные и хитрые люди, что, слушай, давай тебе скину предоплату, ты его выкупишь и сразу выставишь на продажу. И ты все, что заработаешь, типа, отдашь мне. Нет, это, я так не играю. Мне интересно инвестиции, только когда мне попадаются очень дорогие камни, но очень вкусные в плане цены и качества, да, и мне не хватает своих денег, допустим. Но это явно не десятки тысяч долларов, это 100-200 тысяч долларов я могу вот в какие-то такие игры поиграть, взаимовыгодные, опять же. Но это все обсуждается только индивидуально. Вот, вот такие хитрые ходы, нет, не проходят, что вы у меня купили, наценили в два раза и тут же я вам его, для вас его продал кому-то другому, я так не играю. Так, как определить, что в ювелирных магазинах настоящие гранаты? По синтетику не пишут, продавцы утверждают, что настоящие. Ребята, вот много таких вопросов пришло, очень много, сотни, да. Да, ответ всегда один и тот же, лаборатория и сертификат. Нету каких-то народных методов, которые на 100%, вот прям, знаете, такой вот безошибочный метод определения не существует, не существует. У меня очень большая насмотренность, то есть я этих гранатов видел десятки тысяч натуральных и десятки тысяч поддельных. Десятки тысяч плохих и хороших я могу с гарантией, ну там, 99% на глаз определить. Но даже я могу ошибаться, я ошибался, такое было. Правда, мало, но как бы есть такое дело. У вас, я считаю, шансов нет. Более того, если вы вот прям супер специалист, вы пришли в магазин и вы говорите, это подделка, а вам продавец говорит, нет, он натуральный. То есть здесь ваше слово против его слова все проиграли, да. Вот если вы возьмете, сделаете сертификат и придете к сертификатам, все, тут уже его слова, они как бы бессильны вообще, да. То есть они утрачивают свое значение. Поэтому только лаборатория, никому не верьте. Второй момент. Первый момент. Пытается вычитывать какие-то народные способы. Там подержал в руке, да, мне рассказывали, помню, отпустил, а он упал уже холодный. Или там бросил в пыль, значит, взял камень из пыли, а он на себя пыль не взял. Я даже такой бред слышал. Это все, а потом про бриллианта, что бросил в стакан с водой, его не видно стало. Это все глупости полностью, это народные какие-то легенды, не стоит им доверять. А второй момент еще показывают камень знакомому ювелиру. Я уже говорил об этом, что вы путаете часто ювелир и гемолог, да, это совершенно разные люди. Они учились в разных местах, получали совсем разные образования по разным учебникам. Ювелир человек, который работает с цветными металлами. Он не гемолог, он не имеет образования профильного специального по камням. Он не должен разбираться в камнях. Все, что он скажет, может быть ошибочно. У меня, например, в мастерских моих работают ювелиры, да, больше 10 человек. И это не те люди, с которыми я буду советоваться по поводу качества или подлинности каких-то камней. Потому что у них нет профильного образования. Если он сам интересуется, да, он может вам что-то сказать, что, ну, мне кажется, что это вроде Софира, может быть и нет. Ну, вот типа такого. Поэтому только лаборатория, больше никак. И, по сути, я каждый раз говорю, что мне тоже верить не стоит. Все, что я вам продаю, нужно проверять. Сертификат, заходим на сайт, QR-код, проверяем, оно. Молодец. Нет, не молодец. То есть, да, особо дотошные, правильные, щепетильные люди делают повторный сертификат. Я только за. Я всегда за. Даже мой сотрудник может в МГУ его еще раз отвезти, еще раз проверить. Чтобы все были спокойны, все хорошо спали. Так, дальше. Могут ли подделать камни, к примеру, гранат, разного окраса в лабораториях? Или они по одной технологии делают одинаковые? Конечно, могут. То есть, смотрите, там растят такой кристалл. Он такой вот. Ну, как колбаска такая, да, скажем так, чтобы понятно всем было. Ну, вот они могут менять процентное соотношение металлов. В основном это металлы, да, влияют на цвет. И хотите, у вас будет колбаска, там, зеленая, оранжевая, розовая, фиолетовая, красная, какая угодно. Можно полихромные делать, можно звездчатые делать, можно все, что угодно подделывать. Не может быть такого, что в одной колбаске камни разного цвета, да. То есть, каждая колбаска будет со своими свойствами, потому что у нее свой состав химический. Но вообще, да, можно без проблем совершенно. Так, смотрим дальше. Здравствуйте, какой самый дорогой редкий камень вам приходилось хотя бы держать в руках? Я уже рассказывал. Посмотрите, где-то, наверное, летние, посмотрите, выпуски. Там, где я тоже болталки устраивал. Я рассказывал, показывал даже. Это был Сафир за 22, мне кажется, миллиона долларов. Я там даже показываю этот Сафир, показываю сертификат. И мы продавали Рубин за 7 миллионов долларов. И за что-то там 12, я не заморачиваюсь по цифрам совершенно, пересмотрите эти видео. Там все есть подробно, сколько карат, сколько он стоил, там рассказал, как мы продавали его, как эти сделки все проходят. Все проходят, это все есть. Так, спасибо за видео про лунный камень. А будет ли похоже видео про опал? Конечно, будет. Вы, кстати, здесь очень много спрашиваете, почему не показываю опалы. Вы знаете, ребят, я не люблю показывать камни или рассказывать про камни, показывая при этом картинки, скаченные в интернете. Мне такое не нравится, да. Я сам поеду в Эфиопию на добычу опалов, там все поснимаю, все изучу, проверю, изучу рынок, собираюсь туда в ближайшие месяцы. В Эфиопии, Эфиопия один из крупнейших поставщиков опалов в мире, да, в мире. И в то же время опалы подделывают в громадных количествах. Я просмотр устраивал контрольные, закупки пока нет. Просмотр в российских, в том числе, магазинах, ну, там, конечно, жесть. То есть, все, что, почти все, где написано опал, в основном, это паль, паленка, подделка, да. То есть, подделок, как и лунного камня, кстати. Очень-очень-очень много. Так, далее. Здравствуйте, Константин. Что за бизнес у вас в Черногории? Есть и не секрет, конечно. Конечно, не секрет. У нас ювелирный бизнес не является основным. Основной доход – это у нас бизнес по продаже недвижимости в Таиланде. Есть отдельная компания, которая продает недвижимость. Есть отдельная, которая сдает в аренду недвижимость, да. И даже сейчас, в пандемию, они все более-менее функционируют. И даже мы довольно много умудряемся продавать. Плюс у меня еще есть туркомпания, она очень старая. Тоже ей лет, наверное, уже 14-15. Это VIP-туризм. В том числе мы с Кримом Жуковым устраиваем туры через эту именно компанию. И в Черногории то же самое. Мы в городе Будва базируемся, продаем. Там у нас компания по продаже недвижимости. Тоже называется и в Таиланде, и в Черногории. Одинаково – белый слон. И мы много всего, всякой недвижимости в Черногории сдаем еще в аренду. Прям очень много. Черногория сейчас открыта. И сейчас очень много предложений хороших, как и с камнями. Потому что очень много богатых людей, которые, ну, например, у них, я рассказывал, да, там, дети учатся в Англии, жена живет в Америке. Они купили яхту в кредит, например, седьмую уже. И вот им нужно за яхту выплачивать. Они смотрят, там, ага, ну, давай продадим домик в Черногории, например. Так как деньги, как правило, нужны срочно, то есть сейчас на рынке хорошие предложения. Поэтому можете в WhatsApp также мне писать. Я вас передам кому-то, кто у нас главный по... Более главный, чем я, по недвижимости, да. Я сейчас больше погрузился по цифрам и по всему, по всем нюансам и деталям в камни. И, кстати, я принял решение, что в ближайший год мы будем жить в Черногории. Таилан пока недоступен из-за ковида. И там даже районы все перекрыты. Черногория открыта. Из нее можно летать туда-сюда на добычу разных камней, да. Поэтому приезжайте в гости. Выпьем с вами черногорского вина и сидим по вот такенному черногорскому стейку. Еда там, конечно, отменная. Тут в Африке проблемы с едой, поэтому я постоянно думаю о черногорской еде. Так. Сейчас читаю. Так. Вы не раз говорили о том, что драгоценных камней хорошего качества очень мало. Подделок много. Мне стало очень интересно, что продают на разных площадках из Китая. Например, Алиэкспресс. Ну, конечно, вы же сами понимаете, но что там продают? Там не могут продавать какой-то эксклюзив, суперредкие камни, да. Там, конечно, подделки продают. Подделки, залитые стеклом, синтетику, просто стекло, камни с трещинами, с какими-то огромными сколами. Ну, то есть, по мне это всякий мусор, да, который не достоин внимания вообще. Так, дальше смотрю. Так, специально даже зачитаю имя. IdeaBank. Не думаю, что вы ответите, но у меня вопрос. Какие налоги вообще вы платите? Вот купили камень на добычу, огранили, дальше продали клиенту в другую страну. Какие вообще налоги в этой цепочке вы платите, да? Ну, во-первых, у нас официальная компания, которая называется Synergems, она находится в Таиланде. И там мы платим много всяких разных налогов. Например, я иностранец, который работает в Таиланде. И даже за то, что я работаю сам в своей компании, я довольно много плачу. Блин, муфи заколебали. Довольно много плачу. Ну, плюс мы оплачиваем все налоги с дохода. Плюс у нас есть все необходимые лицензии, допуски, пропуски и все остальное. У меня работает много сотрудников. Часть из них тоже иностранцы. Мы за них тоже платим большие налоги. Вообще Таиланд это страна, правительство которой не нравится, что иностранцы у них работают. Я вам скажу, что я уже говорил об этом, да. Для того, чтобы устроить иностранца на работу в Таиланде, нужно в общей сложности за первый год уплатить порядка 5-7 тысяч долларов. И потом за каждого. Представьте, если у вас в 10 человек работает. 70-50-70 тысяч надо выплатить. На каждого надо устроить на работу несколько тайцев и потом еще ежегодно платить довольно высокий налог. То есть, как бы Таиланд не лоялен к иностранным работникам, потому что своих хороших, умных, полно красивых. Да, зачем им иностранцы нужны? И плюс, я же закупаю камни в разных странах, да. Вот, например, в Танзании здесь, там, в Бирме, на Шри-Ланке. Везде совершенно разные налоги на вывоз, на вывоз. И разные законы. Например, со Шри-Ланки нельзя вывозить неограненные камни. Вот эти кусочки, да, всякие. Вот там гранина. У меня, видите, там очень хороший огранник. Он прям мой, работает у меня на Шри-Ланке. В Танзании такая же точно проблема. Нельзя вывозить неогран. Это прям уголовка. То есть, за это могут прям посадить. И везде разные налоги мы тоже платим. А если, например, на Шри-Ланке они очень-очень маленькие, там, несколько долларов за штучку каждую, да. То в Танзании они довольно серьезные. Я вот уплатил уже порядка, там, 5 или 6 тысяч долларов. Совокупно за все, что я вывез отсюда за эти несколько месяцев. Ну, я и вывез, правда, немало. Но я не играю в плохие игры с законом никогда. Потому что за это реально могут посадить. Зачем мне это надо? У меня приятная, веселая жизнь. И я не хочу ее портить. А налоги, как правило, ну, они не катастрофические. Вот. Бывает иногда жалко, конечно. Но надо платить. То есть я не хочу потом проблемы серьезные иметь какие-то. Так. Сейчас я листаю дальше. Подождите. Так. Сделайте видео про то, как реализовать купленные инвестиционные камни. Уверен, не сделайте. Вот. Видите, Максим Бусавов. Уверен, не сделайте. Потому что зарабатывать на камнях возможно только таким, как вы. Автор. Максим. Дело в том, что я уже тоже много раз об этом говорил. Я же эти камни перепродаю. То есть как это выглядит. Выглядит. Вот. Это постоянно происходит каждую неделю. Да. То есть человек покупает у меня камень. Проходит несколько лет. Он пишет, что, слушай, я хочу продать. Мы его продаем. И он может дальше другой купить. Может не покупать. Там по договоренности в основном я хочу брать себе 10% от наценки. Вот смотрите. Человек купил за 10 тысяч долларов камень. Прошло, допустим, 5 лет. Этот камень уже стоит 26 тысяч долларов. Мы его продаем за 26. Да. Вот с этих нацененных 16 тысяч я хочу себе 10%. Я считаю это справедливый совершенно процент. Допустим, я куда-то делся. Да. Там, не знаю. Уехал в Уганду и не вернулся. Или там вышел на пенсию. Сел на Харлея и уехал в закат. Таких, как я, полно вообще в любой стране. И в США, и в Англии, и в Германии. Серьезных ребят, которые занимаются серьезными камнями. У них есть серьезные клиенты. Огромное количество. В России игроков тоже немало. И как бы на этом рынке. Да, поэтому вообще никаких проблем совершенно. Можете у меня купить, через другого продать. Я не в обиде совершенно. Более того, у меня даже бывает такое, что человек вот... Сегодня утром такое было. Да, человек говорит, я хочу именно вот такой-такой камень. Там цаварит, 10 карат, вот такой цвет определенный. Я вспомнил, кому я продавал такой камень. Ну, а 10 карат цаварит, это уникальные камни. Их тяжело забыть. Я, по крайней мере, они у меня все в сердце. Я их не могу забыть. Я вспомнил, у кого он есть. Написал письмо этому человеку, что, слушай, твой камень вырос в цене уже в 5 раз. Если ты хочешь его продать, ответь мне. Ну, вот жду. Ну, сегодня воскресенье. Он, наверное, пока занят не отвечает. Так, сейчас листаю. Подождите чуть-чуть. Так, есть. Так, вопросов несколько. Первый. Можно ли обзор на такой интересный минерал, как трапичий изумруд? Это есть такие изумруды, которые вот как звездочные сафиры черные, мои любимые, да? Они нестандартно получились. Это очень интересный изумруд. Опять же, я не люблю показывать, рассказывать там какие-то истории и показывать картинки из интернета. Мне это не нравится крайне. Поэтому, да, я поеду в Колумбию. Я был уже в Латинской Америке. Но тогда, к сожалению, не было телефонов с камерами. Нас там два раза грабили. У меня был фотоаппаратик, у меня его забрали. Поэтому я повторно совершу вояж по Латинской Америке. Обязательно поживу в Колумбии и покажу вам. Я прошлый раз три месяца там жил. И покажу вам, конечно, всякие изумруды и аномальные изумруды тоже. Вот трапичий изумруд, это как раз аномальный изумруд. Мне очень нравится все аномальное, поэтому все буду показывать. Так, какие наиболее необычные минералы проходили через ваши руки? Слушайте, через мои руки почти каждый день проходит что-то необычное. Потому что я на первой линии фронта нахожусь. Я вот, вы же видели, я с земли все это вынимаю. Сразу мне дают, я смотрю. И, конечно, оно попадает в мои теплые ручки до того, как это попало к коллекционерам. И то, что другие гемологи видят в интернете. Там, о, сенсация, нашли такой камень. Я вот руками все это держу своими, и многое к ним полипает. Поэтому очень многое. Я стараюсь самое необычное вам показывать. Вот, посмотрите, пару дней назад вышли интересные камни недели. Там необычного, мне кажется, половины видео. Так, вы много путешествуете по странам Азии и Африки. Но интересно, есть ли в планах поездка на Урал? Там не столько, насколько, наверное, мне известно, добывают демонтоиды высшего качества. Глубокие русские аметисты, малахиты, чараид, кракаид и т.д. Ну, вы знаете, есть страны, где есть серьезные проблемы с поездкой частных лиц на добычу. В России одна из них, к сожалению. В России все запрещено, все закрыто, за все уголовка. Говорят, что если я по Уралу буду идти, увижу изумруд и подберу его. Лучше выкинуть обратно, потому что могут посадить. То есть там надо получать кучу разрешений, пропусков, допусков. Очень все напряжено, сложно. И самое главное, видите, в России добыча камней, условия природные у добычи, да, они намного сложнее. Здесь он что, вы видели, в пыли там это, руками порассеяли, пыль разлетелась. То есть лопата, кирка, вот эта вот хрень с дырочками, да, ситечкой. И больше ничего не нужно. А у нас что в России добывают? Глубокое залегание, вечная мезлота, снега, зима. Это все отопление, вентиляция. Это все стоит громадных денег, огромных. Плюс охрана и все остальное. Поэтому, ну, я пока, на данный момент, пока, да, я конкурентоспособных российских камней, к сожалению, не встречал. Поэтому в планах заниматься именно, торговать драгоценными камнями из России нет. Ну, собственно, а что? Ну, представьте, у меня сейчас есть два варианта. Поехать, например, в Кению на добычу, да, там плюс 30, кругом бегают жирафы, водки, лиманжаро. Или поехать на добычу на Урал, где минус сколько сейчас там у вас, я не знаю. Ну, вот, что-то я пока выбираю Кению почему-то. Когда все экзотическое закончится, может быть, поеду уже тогда на Урал. Так, встречали ли вы на Мадагаскаре особую океаническую яшму, добываемую только на этом острове? Да, встречал. Она очень разноцветная, необычная. Не буду картинки воровать из интернета. Погуглите. Прямо напишите. Океаническая яшма из Мадагаскара. Но покупать не стал. Почему? И, наверное, продавать тоже не буду. Очень большой объем, очень большой вес. То есть, то же самое, например, с тем же Малахитом, да. Чтобы заработать 100 долларов, надо продать там 3 ведра Малахита. Это, естественно, проблема с транспортировкой, с растаможкой и со всем-всем остальным. Я продаю камешек 3 карата, шпинель зарабатывает 300 долларов. Из них там половина после налогов зарплата остается лично мне. И мне надо будет 2 ведра Малахита допереть там куда-то, да. Ну, как бы я пока вот такими объемами не хочу заниматься. То же самое, кстати, с золотом. Писали много про золото. Хочу ли я продавать золото? Добывать буду. И сниму видосы. И заберу себе все, что добуду на память. Но продавать нет. То есть, это уже, знаете, я хочу получать довольствие от работы. А не вот эти вот тонны там туда-сюда центнеры перетаскивать. Так. Расскажите, пожалуйста, как начинали этот бизнес? Что вас в нем зацепило? Ребят, очень подробно рассказывал уже 2 раза. Первый раз про стартап. Прям подробно все рассказал. У Пучкова в гостях мы были с Климом Жуковым. В прошлом январе или феврале. Смотрите внизу тут про начало моего бизнеса. Там как-то странно назвали видос. Но он именно об этом. И потом еще рассказывал весной на моем канале. Тоже смотрите, где ответы на вопросы. Там очень подробно все было. Поэтому не будем сейчас тратить время. Там прям супер подробно все. Как обстоят дела с добычей драгоценных камней в Южной Америке? Не планируете ли поездку? Обязательно планирую. Надолго. Может быть на полгодик и на годик поедем. Там в Бразилии у нас много интересного. В Колумбии много интересного. В Мексике. В общем страны, которые интересны именно с точки зрения этнографии. И музеев, и истории. И быта, и культуры. Там же и камни. Поэтому поеду обязательно. Пойду серьезно надолго. Поэтому буду все снимать обязательно. И буду продавать. Здравствуйте. Вопрос такой. Как обстоят дела с законодательством в России по ввозу и торговле камнями? Насколько я знаю, свободная торговля некоторыми запрещена. Некоторыми запрещена. А, некоторыми камнями имеется в виду. Есть большой налог на ввоз. Если конкретнее, то есть ли смысл заниматься инвестированием и торговлей в России? Да, конечно, есть. Если все это законно. Вот смотрите, у меня официальная компания есть в Таиланде. У меня есть официальная компания в России. И мы все официально туда-сюда возим. Платим все налоги. Растомаживаем. Ну, нормально. Как бы. Смотря где закупать. Смотря какая у тебя наценка. Смотря сколько ты зарабатываешь. То есть все от этого зависит. Незаконно пытаться не советую. То, например, в Таиланде, если я буду соседу продавать свои изумруды, бриллианты и рубины, мне за это ничего не будет. А в России это уголовная статья. Поэтому не советую вам пробовать так делать. Так. Дмитрий Подойницын. Платина. Почему не работаете с ней? Работаем вполне себе с платиной. Делаем заказы. Делаем кольца с платиной. Сейчас у нас несколько в работе. Заказывайте. Все сделаем. У Платины какая особенность? Во-первых. Вот смотрите. Я сделал себе кольцо с платины. Приехал отдыхать вот сюда на Занзибар. И взял его там поцарапал. Погнул. Оно у меня лопнуло. Я здесь не починю. Например, в Танзании нет оборудования для работы с платиной. Вообще. Как и во многих провинциальных городах России. То есть ремонт очень сложный. Да. Это первый момент. Второй момент. Платина стоит дешевле белого золота. Но изделие выйдет дороже. Потому что платина более тугоплавкая. И расходники все в разы дороже. В разы. Мы просчитывали вот одно и то же кольцо. В белом золоте и в платине. Там разница процентов на 20 в пользу платины. Платина дороже стоит. Да. Поэтому мы часто показываем покупателю. Говорим, что смотри. Из платины будет дороже. Из белого золота дешевле. Но многие выбирают белое золото. Я к платине отношусь равнодушно. Вообще у меня почти все из серебра. То, что я сам нашел. Так. Самые редкие камни, которые встречали. Говори уже, что встречаю каждый день. Александриты. Про Александриты расскажу. Опять же, не хочу показывать картинки из интернета. Скоро пойду на добычу. Закуплю там. Ограню. Буду показывать. Рассказывать. Ждите. Покажите, как работает огранщик. С этим очень серьезные проблемы, ребята. Вот вы очень многие написали про огранщика. Дело в том, что я раз пять уже пытался снимать. Это всегда полумрак у него. У него одна лампочка вот так усенькая стоит. Она светит на одну конкретную точку. Вот на его пальце. Вот круг крутится. И вот он держит камень. Камень не видно. Он вот тут вот. И вот так это. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вот так вот он там выглядит. Ну, то есть, как бы я не могу это снять или придумать, как это снимать. Если у вас есть идеи, напишите. Я пока не допетрил, как это можно снять. Так, дальше. Расскажите про классификацию камней. Драгоценные, полудрагоценные, поделочные. Повсюду встречаю противоречивую информацию. Все правильно. Вы встречаете такую информацию, потому что она противоречива. Потому что это все условности. И в каждой стране они разные совершенно. То есть, даже разные страны в мире не договорились между собой. У кого в стране, какие камни считаются драгоценными, какие полудрагоценными. Пожалуйста, вам пример. В России Александрит считается драгоценным камнем. А Шпинель полудрагоценным. А, например, в Таиланде Александрит это полудрагоценный. Полудрагоценный, а Шпинель драгоценный. И вот так вот туда-сюда многие позиции скачут. Поэтому не стоит заморачиваться. Обращать внимание, я уже приводил много примеров, что гранат может стоить дороже, чем бельянт. И как бы, ну, смысл в этих драгоценный, полудрагоценный. Вон, турмалин Параиба, смотрите, сотни тысяч долларов строит. Да, он вроде как полудрагоценный. Мне тут даже писали, что, слушай, а где ты взял этот сертификат на турмалин? Он же полудрагоценный камень. На них же сертификаты не делают. Ну, это вот народные мифы. То есть сертификат можно сделать на все. На буйжник с дороги можно сделать сертификат. И полудрагоценные, драгоценные, никакой разницы. В практическом применении нет. Это тонкости законодательства, какие-то условности, да. Я на эту тему вообще не заморачиваюсь. Я, например, не знаю, в Танзании, Танзанит это драгоценный считается, или полудрагоценный. Мне, если честно, все равно. Что делают с камнями, непригодными для ювелирных изделий? Просто выкидывают. Ну, в основном, да, просто выкидывают. То есть, смотрите, дело в том, что это все сортируется еще на месте добычи. Добыча, как правило, труднодоступна, да. И, ну, вот, навалили там этих корундов, не знаю, 3 тонны. Ну, вот, куда ты их повезешь? Что с ними делать? Они стоят ничего. То есть, он стоит там 1 доллар. А за бензин ты заплатишь, не знаю, 1000 долларов, да. Я так собираю какие-то интересные. И потом тут же раздариваю друзьям, знакомым, соседям, всем подряд, как бы, никуда. Ну, то есть, по сути, они уходят куда-то вот на сувениры, я раздариваю просто. Там их валяется очень много. Вон, поезжайте, собирайте сколько вам нужно. Местные просто смеются и денег за это не просят. Константин, как хранить драгоценные камни, чтобы тот на того не воздействовали внешние факторы? Ну, я примерно понял смысл вопроса. То есть, есть ли какие-то специальные условия хранения? Есть некоторые камни, которые если долго держать под открытым ярким солнцем, но вот таким, как в тропиках, да, то они потеряют свой цвет. Но, возможно, это легенда, потому что я лично такого не видел, чтобы камни выгорали. Я не знаю, если он будет 10 лет лежать под солнцем, может быть, он выгорит. Но вот в связи с этим не советуют за такие, опять же, хранить где-то на подоконнике, где часто много бывает подолгу солнца. Я ничего об этом сказать не могу. Это, возможно, это мифы. Никаких других условий хранения нету. Как бы камень, что он в Африке, камень, что с ним будет? Ничего не будет. Я храню в сейфе. Так, у вас есть коллекция или хотя бы фотоколлекции самых редких и понравившихся вам камней? Я все раздариваю. То, что я собираю всякие кристаллики, осколочки раздариваю. А все, что попадает в мои руки интересного, я или продаю, или продаю, или продаю вам, или продаю себе. И показываю сейчас через YouTube проходит все. Интересное, смотрите YouTube, все там увидите. Коллекцию у меня какой-то дома нет. Я или делаю, чтобы носили все, родные, друзья, знакомые, я сам, да. Или продаю, что они лежат? Ну, как бы камни должны лежать, они должны радовать людей. У меня есть камни, которые, знаете, люди купили, чтобы потом перепродать, и пока еще не забрали. Потом есть люди, которые скинули мне деньги, причем довольно большие есть деньги. Скинули люди, больше 100 тысяч долларов, и пропали со связи. Вот, например, такие есть. А вот они у меня в сейфе лежат. Так, почему в последнее время никто не говорит про топазы? Сложилось впечатление, что это никудышный, непопулярный камень. Ну, смотрите, я вообще, если вы заметили, я получаю огромное удовольствие от работы, да. И я стараюсь продавать только и показывать только те камни, которые нравятся мне лично. Я думаю, вы обратили уже внимание, да. Они вовсе те, на которых можно заработать, или там заработать любой ценой. У меня нет такой задачи. Я вот, если прям, вот мне камень в сердце зашел, он прям, вот я, прям, доволен им, да. Он прям меня делает счастливым. Я показываю вам. Топазов до сегодняшнего дня не видел таких, да. Прям, чтобы он, ну вот, влюбился, все. Но, вот я, кстати, думал, думал об этом, прочитал этот вопрос пару дней назад. Видите, а у меня набиты такие татуировки, что все, чего я хочу, оно все ко мне само приходит. И сегодня утром мне мой огранщик со Шри-Ланки скинул, говорит, смотри, какой топаз, офигеть. Полихромный топаз, вот, смотрите. Мы такой никогда не видели, и вот, оказывается, топаз тоже красивый есть. Я посмотрю на него вживую. Я просил меня его присылать в Танзанию сюда. Посмотрю, ну, расскажу. Если это месторождение, и там все такие, ну, будем разрабатывать, гранить, покупать, продавать, носить. То есть, а вот которые голубые топазы, ну, по мне они скучноватые, честно. Я не знаю, это дело вкуса. То есть, я ни в коем случае не спорю, если они вам нравятся. По мне скучноватые, а все, что для меня скучновато, я стараюсь не предлагать никому, и себе не продаю в том числе. Так, дальше. Расскажите про металлы в ювелирном деле. Вы когда-то говорили, что не очень любите платину. Какие еще металлы используются, и какие есть особенности у разных металлов в эксплуатации? Смотрите, какой у меня к этому подход. Я уже об этом говорил. Я считаю, что никаких правил не существует. Мне часто пишут, а почему вы гранат поставили в золото? А вот почему вы сафир поставили в серебро? Я ставлю все во все. У меня вообще все равно. Мне вот если красиво, мне нравится, или покупателю нравится, мне вообще остальное вообще не интересно совершенно. Если вы скажете, топаз поставить в платину и обсыпать вот такими бриллиантами, это будет красиво, на мой взгляд. Я это сделаю и буду радоваться. То есть, мне все равно. Я не то, чтобы не люблю платину, я к этому отношусь просто. Потому что, смотрите, я вот сделал себе кольцо, поносил, купил себе сафир, сделал кольцо, поносил камень, кольцо с камнем, да? Проходит несколько лет, у меня как-то вот, я начинаю думать о том, что я бы, наверное, его сделал бы по-другому. Вот тут бы я ребро обувил не так, здесь бы я чуть там угол другой сделал бы. Я его переделываю. Вот сейчас, в данный момент, я переделываю два своих личных кольца. Полностью совсем вообще переделываю. Вот, поэтому я не заморачиваюсь на металле, я все делаю серебра. Вытащил оттуда камень, выкинул это кольцо, сделал себе новое и счастливо опять ходишь. А платина, ее приплавить, это, ну, реально гигантский титанический труд, да? Так, дальше. Можно ли рассказать, какую армию в Вархамере собирает ваш сын? Продолжает ли заниматься этим хобби? Расскажу для тех, кто не знает. Значит, это такая есть в Англии юзебели фэнтези, настольная игра. Такой готический мрачный фэнтези-мир. Там зомби, скелеты, вампиры, расчлененка, кровища, кишки, убийства, пытки, снимают кожу с людей, люди там с эльфов. Все, как я люблю. Вот, там работает эта вселенная уже очень старая. На эту тему написано огромное количество книг, сняты даже какие-то там мультфильмы, и вроде как фильмы собираются снимать. Это такие маленькие фигурки, сантиметра по три высотой. Там есть фракции. Ну, вот то, что спросили армии, да? Там есть фракции. Есть отдельно эльфы, высшие и темные эльфы. Есть лесные эльфы, есть гномы, орки, гоблины. Есть крысы, такие люди похожи больше на крыс. Вот, мы собираем с сыном, мы прям фанатеем на полном серьезе. Очень много времени и денег тратим на это хобби. Там получается как, ты собираешь отряды, и по определенным правилам нужно играть в эту игру. Это стратегическая игра, например, пехота идет за один ход на три дюйма, конница скачет на семь дюймов. Если конница зашла пехоте во фланг, там плюс несколько очков паники, они все разбегаются, есть магия, куча правил. Доспехи пробиваются, не пробиваются, лучники, мушкетеры, ну в смысле с мушкетами, которые арбалетчики, магия, говорю уже, да? И все остальное. Это все самому надо раскрашивать. Они вот такие маленькие-маленькие фигурки. Мне очень нравится, мы собираем сразу много. Если тут, я знаю, что тут есть тоже фанаты, мы собираем высших эльфов, орков, гоблинов, гномов, крыс, этих, лизардменов, это ящеры такие, да? И империю еще. И вот это все мы сразу собираем. У нас уже их до хрена очень много, тысячи этих фигурок, и мы еще продолжаем собирать, приезжать в Синогорье играть. Мы сейчас там специально делаем стол. Можем скатать партиечку, но это не раньше, чем через месяца два-три. Так. И, кстати, Вархаммер меня тоже вдохновляет на дизайн, но кое-что в дизайне наших колец, оно как раз вот оттуда, из Вархаммера. Вот, там все мои любимые кресты, черепа и все, что я люблю, все есть. Так, когда будет контрольная закупка популярных, популярных российских магазинов ювелирных изделий? Ну, знаете, но я сниму еще парочку видео, и мне кажется, это уже будет скучно, потому что очень предсказуемый результат, очень предсказуемый. К сожалению, нигде я не куплю за 500 или 700 долларов рубин, и я думаю, что вы уже сами, когда это видео начинаете смотреть, очередное с контрольной закупкой, вы понимаете, чем оно закончится. Ну, так, для порядка пойду еще, а пальчик какой-нибудь изумрудик в Москве куплю в каком-нибудь магазине, сдам в МГУ, порадую вас, и, наверное, на этом закончим. Я думаю, что я уже доказал, что моему слову, моему мнению, как специалисту, можно доверять, да, что я себе говорю, что, ребят, это подделка. Ну, видимо, я что-то в этом понимаю, я уже это доказал документально. Так, расскажите про себя, как начинали, рассказывал, уже посмотрите видео, внизу одно прикрепил, другое ищите. Так, давайте еще минут 10, да, чтобы не очень длинный был видос. Так, в ролике с Климом Жуковым, это Сергей М, вы упомянули, что писали статьи об этнографии, антропологии, где можно с ними ознакомиться. У нас в Таиланде раньше был такой русский журнал, назывался Азия. Азия. Насколько я знаю, его раздавали в русских туркомпаниях в России и раздавали или продавали, я уж не помню, честно, всем русским, которые приезжали в Таиланд. Вот, журнал был немаленький, ну, в смысле, тираж, потому что русский приезжал миллионами, русские раньше ехали, когда еще бат и рубль были наравне, да, до того, как рубль упал. Ну, вот, собственно, там я статейки печатал регулярно, у меня ни одного журнала не осталось, есть ли сайт с этими журналами, статьями, не знаю, поищите, думаю, что она, возможно, где-то есть. Так, вопрос про третьих лиц, существует ли в этом бизнесе сила, которая курирует все движения типа мафии, спецслужбы и т.д. Да, конечно, существует, где-то в каких-то странах нет, в каких-то есть, в основном это не прям курируют, то есть приходят и говорят, с тебя столько-то, да, а это какие-то бандиты и полицейские бандиты, часто это одно и то же. Мы это все очень подробно разбирали в ролике с климом для Дементия. Это на тупичке у Гоблина есть такой замечательный человек, Дементий, да, очень опасный, я его тоже боюсь, как и все. Вот, мы для него разбирали, он попросил, прикрепляю, смотрите, про бандитов и мафию, я думаю, что, скорее всего, вы видели этот ролик тоже. Так, дальше смотрим. Расскажите, пожалуйста, о самом необычном происшествии из африканской поездки, что поразило больше всего, какие в общем выводы можно сделать о людях и стране. Увидели ли вы какие-нибудь интересные обряды традиции, там же должно быть просто, видимо, невидимо интереснейших нюансов. И можно ли по итогу узнать, сколько камней было приобретено вами в последней поездке. Давайте с конца начнем. Я никогда не приобретаю камни в поездках, я договариваюсь о партнерстве и потом уже под заказ у них выкупаю. То есть я беру у людей, у покупателей предоплату, составляю списки и отправляю партнеру. Он мне присылает камни, я их отбираю, выбираю или я сам еду, смотря в какой стране и какая добыча, да. Вот, например, мне заказали больше 20 лунных камней после одного из видосов, да, последних. Я написал, он мне высылал 50 самых лучших, такой пакет, вот они у меня здесь лежат. Я отберу сейчас самые лучшие 20, остальное отправлю ему, сделаю кольца, доставлю, вы мне отдадите деньги, тогда я ему отдам деньги. То есть у нас вот такой процесс, да. Поэтому сам я в рюкзаках эти камни не ношу, если я нахожу какой-то, ну прям офигеть редкий, конечно, я выкупаю. Но это сколько? Ну один, два, да. Так, традиции пока не видел хороших. К сожалению, много времени уходит на работу, собираюсь к Масаем ехать на недельку, а то и на две. Прямо там у них в деревне жить, нашел крупное племя, очень далеко от дорог. Там не будет ни электричества, никаких сигналов связи, поэтому я первый день поснимаю, а потом нет. Вот, буду вам рассказывать, будете мне на слово верить. Я когда-то на Папу вот так же ходил, ну вот мы поснимали там сколько, отсняли час за все время, а потом батарейки сели и все. Вот, можно, конечно, взять пауэрбанки с собой, но подумаю, в общем. Так, чего-то необычного в африканских поездках, что понравилось больше всего, понравилась доступность животных. То есть, я уже говорил, что я думал, что животные где-то в парках, там, черти где, надо до них ехать много часов. А тут вот, едешь по асфальтированной дороге, вот жирафы вокруг и страусы. Вот это меня очень сильно поразило. В России такого нет, что ты едешь, тут кругом медведи, там, не знаю, что там, рысьи вон скачут по деревьям, да. То есть, у нас, почему? Потому что у нас есть охота, здесь охота запрещена. Молодцы, правильно относятся к природе. Я вот завидую. Планируете вы открывать свою добычу по камням? Нет, не планирую. Почему? Пока, по крайней мере, потому что там надо жить. Как только ты на денек-два оттуда уедешь, тебя что? Обворуют. И способов или методов контроля каких-то не существует. Я знаю, вы сейчас начнете писать, что установи там камеры, найми там детекторов, найди человека, которому ты веришь. Человек, которому ты веришь, знаете, все зависит от суммы, я так считаю, что есть определенные суммы, когда человек сломается. Поэтому не хочу себя привязывать, очень нравится мне путешествовать, хочу путешествовать, я с владельцами добыч сотрудничаю. Водить пока не буду. Если будет какая-нибудь добыча, знаете, что за три копейки продадут, а там в день по ведру рубинов, ну, куплю. Но вряд ли такая будет, дураков нет, вот такое продавать. Так, 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 расскажите про Александриты. Говорил, да, что не хочу рассказывать по картинкам, поеду, добуду, ограним, будем живую обсуждать. Все покажу. Александриты, Александрит интересный камень, в России их уже не добывают в хорошем качестве, в размере, давно причем, они давно кончились. Это, наверное, один из немногих камней, у которого русское название в честь императора Александра, да, или царя Александра назвали. Нашли на Урале когда-то, была хорошая добыча, у них был очень хороший реверс. Реверс – это смена цвета. Но уже их нету. Сейчас Александриты толковые добывают на Мадагаскаре, в Бразилии и вот здесь, в Танзании. Поэтому поеду, будем смотреть. Будет ли новая камера для видео? Я не думаю, что она нужна. У меня все-таки, знаете, видео не уровни Animal Planet или National Geographic. Они снимают какие-то там, как улитки скрещиваются, да, например, спариваются. Я думаю, что этого вполне хватит пока. Не хочется таскать с собой лишние зарядки, аккумуляторы сели, там, знаете, на микрофоне аккумулятор сел, а на камере еще нет. И наоборот, вот эти все заморочки. Вот, достал телефон, поснимал, побежал дальше. Мне пока нравится. Тем более телефоны не отстают. Может быть, телефон поменяется, айфон на какой-то другой, не знаю. Я, видите, я все делаю, я ленивый, да, я все делаю, чтобы получать удовольствие. Я знаю, что если у меня будет несколько гаджетов, надо будет все время за ними следить. И заряжать их удовольствия от этого у меня не будет никакого. Как же ты ведешь бизнес, если в Таиланде все такие необязательные? Ну, так и ведем. То есть, я уже знаю ключи, рычаги давления, ключи какие-то к людям как подбирать, да. Нужно давить на совесть, нужно переспрашивать, контролировать, четко получать ответ, когда он закончит. Ставить какой-то дедлайн, да, что вот в среду вечером надо закончить, потому что самолет со следующей партии изделий улетает в четверг утром. На самом деле, надо, конечно, брать запас, что он улетает, на самом деле, в воскресенье, а ты говоришь им в среду. Тогда есть шанс, что они закончат в среду. Ну, то есть, там есть свои нюансы. Но зато они практически не воруют, то есть, вот в этом есть плюс. Не скучаете по зиме, снегу, морозам? Часто задают этот вопрос. Ребят, есть самолеты. Я вот сейчас сижу с вами разговариваю, совсем недавно я был в Черногории, а там есть и снег, и морозы, и сноуборды, и там есть такой курорт Джабляк. Сейчас захочу, через сутки буду там опять. И никаких причин, которые меня удержат, совершенно нет. Поэтому нет, не скучаю. Снег вижу несколько раз за год. Катаюсь, гуляю, играл в снежки, и как бы все нормально. Меня утомляет, знаете, когда нет солнца, нет ярких красок. Я, видимо, из-за увлечения камнями привык к ярким краскам. Ну, не знаю, в Таиланде 20 лет живу уже. Вот, это меня угнетает. Так, необходимо ли специальное образование для того, чтобы находить именно место для шахт? Или тут как повезет? Конечно, нужно. Конечно, нужно образование, оборудование. И это все очень дорого, очень сложно. Это экспедиции научные, которые по силам потянуть только или очень крупным корпорациям, типа Дебирса, например, да, или прям государство. Как правило, этим занимается государство. То есть государство ведет разведку, находит какие-то месторождения, и потом их уже продают каким-то частникам на аукционах, как правило. Ну, или в странах, типа нашей, например, России, могут продать друзьям членов правительства или между собой разделить. Ну, там как пойдет. Везде по-разному тоже, но это очень дорого, очень дорого. Поэтому вот я, например, не могу взять и организовать экспедицию по геологоразведке. Так, дальше смотрю. Давайте, наверное, два вопроса еще, да, и все. Какие камни наиболее подходят для инвестиций в будущем, и какие камни являются наиболее излюбленными для инвесторов на данный момент? Неоднократно об этом упоминалось в ваших различных видео, но разрозненно. Нет возможности составить картину полностью. Так, смотрите, давайте начнем с того, какие камни не рекомендуются для инвестиций, да. Я держу руку на пульсе и вижу, с какой скоростью идут камни какие-то вверх, какие-то падают вниз, какие-то на месте стоят. Значит, белые бриллианты, зеленые изумруды, обычные, не аномальные, а обычные, да, изумруды. И синие сафиры, если это не цвет какой-то экстра люкс, да, или размер. То есть мы сейчас говорим про стандартное производство, скажем так, почти серийное. Не рекомендуется для инвестиций. Почему? Потому что, например, бриллиантов с каждым годом добывают, разведывают белых именно, белых. Это важно. Все больше, больше и больше. Например, недавно в Африке в какой-то стране нашли месторождение, где белых бриллиантов больше, чем во всем мире вместе взятым. И бриллианты с огромной скоростью падают в цене. Если вы хотите гарантированно потерять деньги, купите белый бриллиант. Вы потеряете на моменте покупки сразу. Вот если его за 10 тысяч купили, вы его в тот же день уже сможете продать, ну, тысяч только за 7-8. То есть это прямо гарантия, гарантированная потеря денег. Но опять же, если это какой-то бриллиант огроменный, вот такенный, да, которых всего 3 в мире нашли, ну, да, это инвестиции. Но я думаю, что мы не про такие. Это сотни миллионов долларов. Я думаю, что мы не про такие цифры сейчас говорим. То же самое с изумрудами и синими сафирами. Их добывают много, месторождений много, добыча стабильная, заканчиваться они не планируют. Например, добычу синих сафиров нашли на Мадагаскаре недавно, крупную. Прям крупные залежи нашли. Если вы придете в любой уважающий себе эльвирный магазин, где продают мне подделки, и скажете, я хочу синий сафир, вам предложат много синих сафиров на выбор. А когда большой спрос, да, как с белыми бриллиантами, зелеными изумрудами, обязательно найдется человек, который по каким-то причинам будет хотеть их продать сейчас дешевле, потому что ему деньги сильно нужны, соответственно, это демпинг, как бы падение цены, все-все остальное. Поэтому это, это вот эти камни нет, не годятся. Что годится у нас? Рубины, потому что их добывают очень мало и только в одной стране. Если мы говорим про настоящие красные рубины, не про розовые, а из, например, Узбекистана, да, а прям про ювелирные красные дорогие, которые голубиная кровь, это только Мозамбик и больше ничего, и добыча там очень маленькая. Это турмалины Параиба, которые тоже только в одной стране мира добываются. Это полихромные сафиры с Мадагаскара, потому что их не добывают больше теперь нигде вообще. Это, например, те же самые звездчатые сафиры, черные, и вот недавно я показывал ей синие, потому что их не добывают давно уже больше нигде вообще. Это шпинель Мохенге, потому что их добывают только в одном месте в мире, и добыча очень маленькая, она очень сильно ограничена, то есть их добывают, допустим, там три в месяц, да. Это зеленые гранаты, целориты, то же самое, добывают в одном месте в мире и очень мало. Это шпинель Синяя, это шпинель Синяя, которая называется Кобальтовая. Это что? Это сафиры под параджа. Ну, я бы сказал, что это на любителя, то есть у меня их спрашивают мало и покупают очень мало. За год я продал за прошлый, например, Кобальтовых шпинелей я продал несколько сот, да, а сафир под параджа 2-3 я продал. И, в принципе, я думаю, что по моей компании, по моим продажам можно понять даже примерно мировой рынок. А, кстати, были критиканы, которые писали, с каких хренов ты собираешься помогать, этим Масаем у них воду там проводить, да, я объявил о том, что, скорее всего, проведу воду, пробурю скважину там где-нибудь, выберу деревеньку. Ты же русский, ты зарабатываешь на русских. Ребят, у нас 30% продаж это России и бывшие СССР, то есть Украина, Белоруссия, Казахстан и Россия. Это 30% продаж нашей компании. Во-первых. Во-вторых, да, я русский, у меня очень много друзей русских и родственников и всех остальных, поэтому, типа, говорят, что как тебе не стыдно, зачем ты помогаешь кому-то, у нас же вот, помоги нашим. Я нашим тоже помогаю, и мои друзья-реконструкторы подтвердят это, не дадут мне соврать. Я каждый год трачу довольно приличную сумму на помощь русским спортсменам, можно это так назвать. Не буду вдаваться в подробности, не хочу хвататься, поэтому с этим все в порядке, не переживайте. Так, дальше про инвестиции, да, извините, вспомнил, перебил сам себя. И далее идет очень интересный пункт, мой любимый. Это все камни редкого свойства, качества и цвета. Да, вот, например, если гранаты добывают вот в этом месторождении, всегда розовый и не больше пяти карат, а тут нашли 20 карат, и он не просто розовый, он полихромный, он там розово-фиолетово-желтоватый. Вот, это инвестиции тоже. То есть, да, турмалин-параиба, конечно же, или рубин, но и все редко. И мне даже больше нравится, потому что их невозможно оценить, невозможно сравнить их стоимость. То есть, это эксклюзив, это инвестиции, и это все уже оценивается как произведение искусства. То есть, ты можешь, в принципе, продавать их за любые деньги. И перепродавать потом за любые деньги спустя годы, да. И тебе никто не скажет, слушай, а там вот дешевле, с какого хрена твой такой дорогой? Потому что у второго такого нету. И мне это очень нравится, я получаю огромное удовольствие от того, что я нахожу эти камни. И, конечно, мне их продавать приятно, потому что цена, в принципе, от фонаря. То есть, никакой системы оценки таких камней вообще нету. Вот, это, собственно, про инвестиции. Плюс, конечно же, то есть, все необычное, все, что я перечислил, и, конечно же, цветные бельянты. Да, имеется в виду не желтый, не коньячный, нет. Имеется в виду розовый, красный, оранжевый, голубый, и всякие такие другие. Вот, как бы, это оно. Если я что-то забыл, извините, потому что тут, на самом деле, пунктов много. Так, ну и давайте последнее сейчас. Так, нравится ли вам на Зазибаре? Ну, Зиби, расскажите про здешних Масаев, прекрасных, дисциплинированных в плане войны людях. Расскажите про их анимизм. Будет подробное отдельное видео об этом. Это, по сути, почти научная работа. Я собираю инфу, но, понимаете, я не хочу показывать Масаев, говорит, смотрите, какие они прикольные. Я хочу понимать, что происходит, откуда это все взялось, какая у этой традиции история, смысл и все-все остальное. Поэтому я пока готовлюсь. Так, нравится ли мне на Зазибаре и на Зиби? На Зиби мне очень понравилось. На Зибаре похуже. Почему? Здесь плохой интернет. А я работаю все-таки с интернетом. Мне нужно каждый день видосы ко мне и туда-сюда перекидывать десятки гигабайт. Гигабайт, да, именно. Плюс я люблю играть на компе. Даже вот игру по 2-3 дня, одну игру скачиваю. Сейчас хотел Total War 3 поиграть. Не могу скачать уже двое суток. Ну, куда это годится? Никакого удовольствия. И здесь серьезные проблемы с едой. Очень ограниченная кухня. Очень. То есть здесь 5-6 блюд и все. Ну, вот ты поел их там 5 дней, 10 дней, месяц, второй. Ты уже хочешь чего-нибудь другого, а его нету. И очень долго готовят. Я в плане еды принципиален. Я считаю, что на еду тратить несколько часов в день это неправильно. Надо тратить на саморазвитие, на спорт, на чтение, да. Не знаю, там, ну, удовольствия какие-то. Вон, даже поплавать в море или поиграть на компе. А тут приходишь в кафе, заказываешь, сидишь, ждешь час, полтора часа. Тебе приносят что-то невкусное. Готовить они не умеют реально. Вот как в Индонезии. Кто смотрел про мою поездку на Яву, вот здесь почти как на Яве. Почти не так прям, но почти. Вот. В остальном нравится, потому что Занзибар это хорошая база. То есть плюсы какие. Офигенный океан, свежие фрукты, солнышко, все веселые. Как-то вот люди здесь тоже какие-то простые, не злобные, знаете, совсем нет понтов у них никаких. И очень хорошая база для путешествий на самолете на континент. А там прям полно всего интересного. Это как раз то, чего я люблю. Да, масаи, вулканы, саванна, львы, камни, драгоценные, приключения, все остальное. Поэтому интернет и кухня мне не устраивает, остальное все годится. На Нозиби приятнее, еще приятнее. Там много живет иностранцев, намного больше, чем здесь. И, наверное, поэтому там в ресторанах все быстро, бодро и вкусно. Вот по сути, те же чернокожие люди, причем там тоже ведь банту. Именно там, на Нозиби, там живут банту тоже. Это сей, почему я показываю верх, это север Мадагаскара, да, островок на севере. Я посмотрел, это этнические банту, то есть те же самые люди, только умеют готовить. А тут нет. И там и там была колония, сначала индийская, потом европейская. И там и там много мусульман, много христиан. Ну, вроде все похоже, там и там специи растут, но здесь не умеют готовить и все медленно, а там бодро и вкусно. Интернет, кстати, намного лучше. Поэтому, если поменять местами, если бы было здесь рядом, вот, и Унгудя, это остров, на котором я сейчас нахожусь, да, и Нозиби, я бы жил на Нозиби. Вот, ну так норм. Так, ну что, посидели, залью это видео. Если вам понравилось, можем еще раз, два-три так посидеть. Вопросов вы накатали, ну, сотни реально. Огромное вам спасибо. Очень много вопросов. Вот, поэтому пишите, если хотите, можем так посиживать иногда. Я еще хочу дня три поплавать в море, поваляться, поиграть на компе, так, не в затяг работать, и потом лечу уже на добычу в саванну опять. Ровно час у нас прошел. Всем пока. Пишите еще вопросы, пишите, как вообще, норм, не норм, хотите ли еще такие болталки, не болейте, берегите себя, больше времени проводите с семьей в наши сложные времена, да. Ну, приезжайте в гости на Дзибар. Здесь считается, что пандемии нет, видимо, потому что жарко, все ходят без масок, и как-то все вообще не напряжено совсем, и вроде как, даже заболевших крайне мало. Слива! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!